Получается теперь поместь человека, лошади, пегаса и дракона. То есть это теперь 4 в 1, понимаешь, да меня? А может наносить удары сверху, да, Тимуха? А Кристальный Король может в это время сделать вот так вот. Я даже не могу понять, все-таки, кто победит больше? Вот этот вот мех? Самураи Икс? Или вот этот? Кентаур. Это реально крутой мех. Это что там за мыска пищит? Не вижу, кто это там. А, это ты, моллюска, ловит. Понятно. Это помнишь в фильме про динозавров, так, где хватали динозавров, и они казались очень маленькими, да, в парке Йосково пили? А потом вот. И еще появился вот такой вот меч. Как сказать, меч, это копье. Ну, леговцы, смешно. Да. Смешно. Тут появились вот такие вот крылья. Они довольно красивые. Ух ты, сзади они еще лучше, ребята, красота. Ну да, честно говоря, я тоже думала, что оно будет побольше. Они могут двигаться вот так, вот так, ну вот так вот здесь. Ну и сами кисти. И вообще вот эта вот сама маска, она очень крутая. Вы, наверное, думаете то, что они двигаются? Ну да. Я вас разочарую. Они не двигаются. Ну так. Да они издеваются. Ну да, я разочарован теперь. Цело оно очень крутое. Открывается вот так вот. Как бы это странно не звучало, мы залезаем, мол, в внутренности. Это очень крутой набор. А так реально красивый робот. И то, что это первый вот такой вот странный лошади-конь. Лошади-человек. Все равно супер. Честно говоря. Ну, я разочарован почему-то. Ну то есть дадим им еще один шанс на один пакет? Ну да, но серьезно, что-то как-то фигня какая-то. Начали. Всем привет, ребят. Сегодня у нас очень крутой набор по серии Лего Ниндзяга. И он называется Кристальный Король. Этот Кристальный Король сделан в виде кентавра, у которого есть крылья. Причем на стороне зла. Да. И, кстати, простор на зла. Здесь четыре фигурки злодеев и одна фигурка героя. Наверное, этим набор просто уникален. Один лорд против четырех злодеев. Да. При этом два солдата. Одна Харуми и Кристальный Король. Вы увидите Кристальный Замок, который парит в небесах. Который парит на каждой коробке, но здесь он показан реально круто. В руках у кентавра супер копье. Ему он, наверное, может как раз снести робота-самурая. Огромные руки. А в центре всего этого дела восседает сам. Кристальный Король. Давайте посмотрим его с другой стороны коробки. Этот набор реально большой по сравнению с мини-фигурками. И вообще-то кентавры в Ниндзяго никогда не появлялись. Вы, наверное, не удивитесь, что мы вам скажем, что тут всего одна картинка. Да, мы уже к этому привыкли. И здесь мы видим внутри. Кристального Короля. Который управляет кентавром изнутри. Так это что, получается кентавр-робот? Да. В этом наборе есть Ллойд. Почему-то не золотой. Харуми. Кристаллизованная. Уникальная фигурка Стража. У которого есть наплечники. Именно наплечниками он отличается от следующего за ним воина, да? Дальше идет уже, наверное, всем вам знакомый персонаж. Это обычный солдат. Кристальный Самурай. И дальше идет снова новая фигурка Кристального Короля. Ну и героем коробки стала Харуми. Не Кристальный Король, а именно Харуми, герой коробки. Странно. Ну что, давайте открывать его. Давай открывать, это уникальный набор. Седьмой пакет. Шестой пакет. Пятый пакет. Четвертый пакет. Третий пакет. Второй пакет. Первый пакет. Вот такая вот инструкция странной формы. И наклейки. Вот так вот это все выглядит на столе. Семь пакетов. По-моему, достаточно для злодейского набора. Наконец появились настоящие злодеи, с которыми можно сражаться. Я надеюсь, Тимка все это соберет быстренько. И вы увидите зло во плоти. Во втором пакете у этого меха появились плечи. Вот эти золотые круги, это и есть плечи, я правильно понимаю? Да, туда будут крепиться руки. Внизу появились такие новые крепления для ног. И, ребят, смотрите, это явно место для тела лошади, да? Это было в прошлом пакете? Это было в прошлом пакете? Да. Я даже не заметил. Красиво. Так, и что во втором пакете? Только лишь вот эти золотые штуки и все. И вот эта накрывашка сверху. Да? Ребят, ну... Пакеты не очень большие. Пакеты небольшие, но смотрится вроде симпатично, да? В третьем пакете стало похоже на какого-то злого робота, злого ученого. У него появилось, ну, вот такое вот тело с наклейками. Ну, смотри, оно не такое уж и большое, как я думал, да? Ну, да, честно говоря, я тоже думал, что оно будет побольше. Наклейки-то хорошие. И вот такие вот ноги. Они сделаны как копыта лошади. Слушай, Тимок, ну меня удивило, что какая-то маленькая у него спина. Ну, да, спина у него реально маленькая. И я думал, что она будет побольше. Слушай, она как-то изогнута, это... Да, она изогнута, но двигать ее невозможно. Невозможно, да, ребят? Да. Слушай, задние ноги просто поворачиваются в сторону, да? Да, они могут двигаться вот так вот, вот так вот. Ну, и ступни должны. Я так понимаю, здесь изображены даже не столько ноги, сколько копыта, да? То есть здесь нет претензий, что это какие-то пальцы ног. Это просто копыта такие интересные. Тимка, что, ног-то не появилось, что ли, в следующем пакете? К сожалению, нет. Появилась зато крутая голова. Ну, и сама кабина стала какой-то более-менее нормальной. Голова сделана реально красиво. Она как будто бы у какого-то сумрея. Вот эти вот два рога, ну, я один такой маленький. И вообще вот эта вот сама маска, она очень крутая. Детально, да, проработанные? Золотые слитки, переходят в такую какие-то защитные... И глаза? Голова может двигаться вот так вот. Поворачивается вверх-вниз, откидывается, да? Круто. А если ты кинешь вверх, там тоже какие-то на шее. Смотрите, ребят, леговцы не поленились, сделали какие-то такие элементы специальные. А если Тимка сейчас вас повернет, то вы увидите, что на спине тоже встроены такие тристалы. Вот посмотрите, видите? В плечах, ну и, наверное, где-то на голове тоже. Ну-ка, дай-ка я тоже. А и здесь на голове это, ну, опять напоминает тех самураев, которые мы собирали чуть ранее, да, Вить? Да. Есть такое перекликание. Ну, мне, например, больше, чем голова, понравилось тело. Посмотрите, насколько оно хорошо. Да, тело, оно очень крутое, открывается вот так вот. Ух ты. То есть... Ребят, класс. Как бы это странно не звучало, мы залезаем, мол, во внутренности. Классно смотрится. Да, это вот так вот закрывается, обычная кабина, ну, кости, и вот такая вот дополнительная. Вообще эффектно, вообще эффектно. Наклейки красивые, ребят, смотрите. Супер штука. Короче, вроде пакет был очень маленький, всего-то голова и вот это, но все равно добавилось столько всего крутого. Мне нравится. Очень красивое сочетание, конечно, цветов, как обычно у леговцев это бывает. Да. Слушай, ну, сзади тут какое-то место, да, оставлено, я так понимаю, для того, чтобы что-то еще крепить. Ну, да, тут, по-моему, будут крылья. Здесь вот Тимка пристыкует крылья. Потому что это все-таки и Пегас, и Кентавр в одном лице. Да. Здесь вот такое красивое место, такая капсула. Слушай, а что-то его перекосило как бы, или он изначально такой кривой? Что-то он как-то... Ну, его... Тяжело ему на двух ногах стоять. Как-то похуже. В этом пакете появились ноги. Наконец-то. Да, передние. И вы, наверное, думаете то, что они двигаются. Ну, да. Я вас разочарую. Они не двигаются. Бул подстал, елки-уголки. Это что такое? Нет, я понимаю, если бы задние ноги, например, вот так вот только двигались. Ага. Ну, или хотя бы вот так вот просто встали. То это ладно, но передние ноги... Ну, вот чем они вам провинились? Они даже вот здесь не двигаются. Ребят, ноги косяк. Единственное, что в них работает, это ступни. Ступни. Да, они издеваются. То есть как бы ступни, они нужны только для того, чтобы если у вас, например, нога стояла вот так, то вы сделали ее вот так, у вас ступня не вот так вот была, а вот так. Ну, понятно, да. Ребят, ну это совершенно неожиданно, это какая-то подстава, да я так понимаю? Ну да, я же зачарован теперь. Да и вообще он какой-то, мне кажется, маленький. Ну да, я думала, он будет побольше. Ну, наверное, это просто у него нет рук, и он как раз смотрится поменьше. Ну, то есть дадим им еще один шанс на один пакет? Ну да, ну, серьезно. С ногами косяк. Что-то как-то фигня какая-то. Многи зато, ну, хотя бы ноги сделаны красиво. Красиво? Да, то есть вот здесь вот они идут какие-то каменные, потом кристаллы, тут типа их держат, и потом снова камень. Ну, у них есть супер преимущество, они никогда не упадут. Некоторые драконы вообще просто не могут стоять на ногах и все время падают. А тут вот вам, пожалуйста, вы просили, чтобы они не падали, вот. Ну, уходи тогда на несгибаемых ногах. Окей. А мне вообще кажется, он даже не на кентавра похож, на какой-то жирафа какого-то или верблюда. Да, да, жираф, жираф. Да, жирафа какого-то. Ага, у него вот какая-то вот эта часть тела, даже не лошадиная вовсе какая-то. Ну, да, это как-то даже на лошадь не похоже. В предпоследнем пакете у этого монстра наконец-то появились руки. Посмотрите на его и когти. Вообще выглядит очень страшно, короче... Как Фрейди к людям. Монстры. Они могут двигаться вот так, вот так, ну вот так вот здесь. Ну и сами кисти. Ну, короче, руки многофункциональные. Еще есть вот такая вот броня, ну, которая сделана в виде крышки для мехов маленьких. Вот, ребят, смотрите, вот так вот. Красиво. И заодно прикрывает сами механизмы, и заодно делает такие наплесники. Да. Очень хорошо. Круто. Смотрите, как здорово. Мне нравится. Очень красиво. Впечатляюще. Ну, чуть-чуть сзади еще не наделано, но сейчас Тимка это соберет. И мы с вами наконец-то это все уже увидим целиком. Ну все, монстр готов. Да, и это, наверное, что-то отдельное вообще. Тут появились вот такие вот крылья. Они довольно красивые. Согласен. Посмотрите, ребят, как красиво смотрятся. Сейчас нам Тимка еще сзади показывает, как они выглядят. Ух ты, сзади они еще лучше. Ребят, красота. Красиво. И тут появился хвост. У лошади должен быть хвост. Но не такой ведь длинный. Скорее драконий хвост, чем лошадиный. Да, Тимка? Ну да. Получается теперь поместь человека, лошади, пегаса и дракона. То есть это теперь 4 в 1, понимаешь, за меня? Ну, леговцы. Смешно. Да. Смешно очень. И еще появился вот такой вот меч. Как сказать, меч. Это копье. Ребят, огромное копье. Смотрите, как тебе такое удалось. Двойное, составное, да? Как бы в руке соединяется. Ну да, ну вот так вот. Ребят, смотри, ну смотрится хорошо. Огромное копье с таким огромным лезвием. Причем то же самое лезвием именно на крыльях. Да, я понимаю, сделано. Согласен? Оно вот так вот по сравнению с мини-фигуркой. Ребят, то есть мини-фигурка Лоида по сравнению с ним где-то там внизу. Это что там за мышка пищит? Не вижу, кто это там. А, это ты, молюска, Лоид. Понятно. Я даже не знаю, как Лоида надо будет его побеждать. В этом пакете больше ничего не появилось. Ну, кроме самого кристального короля, который находится в кабине. Вот он. Кристальный король восседает в своем кентавре. Мне кажется, именно в таком виде он должен обрушиться. Но нельзя гасить и захватить город. Ты как думаешь? Ну, по-моему, да. Потому что это реально крутой мех. Давайте посмотрим на то, как он получился вообще. Думаешь, все это чудище и есть Кристальный король, да? Ну, я так понимаю, что да. Таким он хотел, видимо, быть. Такое обличие, да, он принимает, когда, наверное, звереет, я так скажу. Или воинственное положение занимает, да. А может, это просто его робот и в мультике он не будет ни в кого превращаться. Может быть, может быть. Ну, для этого нам надо посмотреть оставшиеся серии. Я с нетерпением жду, когда они все-таки выйдут. С переводом нормальным. Ну, мы, кстати, творческое объединение Дар Судьбы смотрим с тобой, лайкаем им. Хорошие ребята, молодцы, стараются. Все молодцы. У вас отличные переводы, мы вас смотрим обязательно. Оббудем про то, что у него не сгибающиеся ноги. Это просто какое-то маленькое недовзумение. Забудем про них, потому что действительно сам по себе великолепен кентавр. Ну, может быть, хотелось бы его ну чуть-чуть побольше. Ну, чуть-чуть побольше. Но по сравнению с игоркой, ну, в самый раз. Очень здорово, что леговцы наконец-то стали делать врагов настоящих, которым можно было бы реально сразиться. Мне бы очень хотелось, если бы леговцы уделяли больше внимания всяким таким вот злодейским подстройкам. А теперь у нас появился настоящий враг, с которым не стыдно сразиться. Который выглядит реально суперски. Да, который пугает, который устрашает, который силен. Наверное, он очень быстро бегает, я думаю. Согласен? Ну, понятно, у него четыре ноги. Четыре ноги. Он может летать. Он может взлетать на льду Нинзи и как бы сражать его сверху прямо. Короче, наверное, тут потребуется не один самурай их смех. Да, наверное, придется ребятам сразиться, объединиться между собой, чтобы победить такого злодея. Согласен? Ну, да. Вы ведь помните, наверное, если видели заставку нового сезона, там все герои. И, наверное, как раз и будут помогать побеждать Нинзи вот этого вот монстра. Ну, раз уж мы так много говорим об этом самурае Икс Мехе, давайте же его сравним с этим монстром. Насколько он круче? Насколько он может ему противостоять? И сможет ли он его победить? Если бы они столкнулись в поле... Добро столкнулось со злом. Да. То сразу видно то, что Мех самурае Икс, он выше. Да, он все-таки покрупнее, как ни странно. Да. Мечи у него... Два. Не меньше, нисколько. Ну да, но они не уступают все равно этому копью. Да, копье немножко длиннее. Да. И я даже не могу понять, все-таки, кто победит больше? Вот этот вот мех? Самураи Икс? Или вот этот вот мех? Кентаур? Мне кажется, что кентаур может за себя легко постоять. Может быть, он, да, маневренный, и будет его как-то бить со спины, пока робот поворачивается. Но, может, этот мех просто успеет его вначале сильно побить, и потом мех будет уже просто защищаться. А может наносить удары сверху, да, Тимуха? А Кристальный Король может в это время сделать вот так вот. Да, смотрите. Пока мех к нему тянется мечом, тот его может пронзить своим копьем. Да? Так что тут, наверное, неравная битва. Да, хорошие наборы в этом сезоне, ничего не поделаешь. Да, жалко-то, что он кончается. Но, надеюсь, в следующем сезоне появятся точно такие же, ну, более покручее наборы. И мы от них будем тоже в восторге. Да, спасибо леговцам. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Да. Ребят, спасибо Тимке за рассказ. Давай, Тимух, супер наборы. А на этом я с вами прощаю. Всем пока. Спасибо. Пока, Тимух. В любом случае, если вы за меха, за меха самураик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Да. А если вы за кристального короля, то тоже поставьте лайк и подпишитесь на канал. А если вы за меха, то тоже поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пока.